приветствуем вас на телеканале 1 автомобильный в рубрике герои автоспорта и сегодня у нас в эфире ирина протасова чемпион девушка которую я не знаю просто все наверно знают это продолжение легендарной династии протасовых или наверно центр династии протасовых вокруг ирины собственно и крутилась всегда такое интрига автоспорта и кольца и все ее знают и даже есть интересная история по поводу поворота легендарного на чайке протасова сейчас все обсудим и ирина собственно все расскажет нам привет привет ну что погнали я не знаю как тебя спросить откуда пришло это в тебе потому что собственно я думаю что имея такую фамилию невозможно по-другому было строить свою жизнь кроме как связать ее с гонками но расскажи пожалуйста как это все тебя начиналось как автоспортивная жизнь пришла к тебе она пришла ты прав с самого рождения я в принципе самого-самого детства не понимала что есть какая-то еще другая жизнь кроме того как в школе когда какие-то были выходные летом праздники майские все говорили что они уезжают к бабушкам дедушкам село на дачу а я всегда ездила на чайку и каждый раз приходил школу ира как ты провела свои каникулы а как где ты была на выходных я говорю я была на чайке вот и собственно с самого детства меня окружали спортивные автомобили гонки разговоры об автомобилях гонщики у нас всегда было вечером вечерами на праздничные дни или после гонки собирались все за одним столом говорили обсуждали и технические моменты и моменты гонок то есть я была подготовлена теоретически на сто процентов я знала об этом все все зачинения в школе были да как и провела лето чайка на чайке мы катались пацанами на великах обгоняли друг друга по трассе на самокатах и так далее были у папы в боксе папа готовился к соревнованиям после этого мы праздновали и в общем вот на самом деле так и было а потом когда уже юра брат мой начал профессионально заниматься картингом того сколько лет он пошел он на самом деле получилось так что он же меня младше на два года и когда папа приобрел картинг для него ему было 5 лет а мне 7 и он первый раз силы испугался это все помнят а мне понравилось ну потому что я чуть постарше была и девочки в принципе как-то чуть побыстрее это брала карту ребят и мне так понравилось а ему не понравилось ему не понравилось он для него был громкий он испугался и он был маленький на самом деле но конечно когда вот он пошел в первый класс 7 лет он уже начал заниматься и у него очень правильный характер такой гонщеский он лидер и он такой вот целеустремленный прямо вот готов все сделать для того чтобы быть лучшим и первым у него сразу это пошло и конечно же данные генетические от папы мы все были заряжены этим у нас в доме даже как-то был момент когда не было полгода телевизора потому что папа его поменял на комплект резины ну и в как можно вообще резину сравнить с телевизором зачем этот телевизор если у нас гонкой нужна резина и потом даже вот когда я выросла и мне на 25 лет муж подарил на день рождения деньги я их потратила на резину вот какой-то был такой момент что-то спонсоры задержали нам выплату и у меня не было возможности купить резину я просто вытащила свои по старой семейной традиции зачем нам телевизор зачем мне эти туфли или зачем мне эти сумки если мне нужно просто комплект резины на одну гонку поехали поехали да супер ну и как юра поехал на картинг да юра поехал на картинге и собственно наша жизнь еще вдвойне закрутилась потому что гонки часто мы постоянно поддерживали юру ездили с ними в другие города не только шкиве трасса тогда очень было это развито мне очень это нравилось то есть я жила прямо от гонки гонки меняет этот и запах и моторов и вообще атмосфера они такие все классные такие ну пацаны конечно гонщики это отдельная категория они такие горды самоуверенные и крутые вообще к ним не подойти с ними не поговорить и тут я юра такой старшая сестра ира отойди пожалуйста не позорь меня а я бегу колесо несу юра я тебе колесо принесла он говорит сестра эти прошу ну давай потом давай после гонки они же все настраиваются там между собой них какие-то разговоры серьезные терки им всем по 10 11 лет но это прям уровень выше уровень мастерства и тут сестра какая-то приходит да я на самом деле была вот такой классической девочкой которая хорошо училась школе которая делала домашнее задание своему брату спортсмену писала за него всевозможные сочинения рефераты делала все что нужно было по школе его тянула как могла ты прикрывала тыл и да вот я классическая старшая сестра которая всегда прикрывала и мне ну вот честно было очень очень обидно что меня так держат на расстоянии от этого спорта я периодически подходила и просила не юру конечно папу чтобы он не дал хотя бы попробовать на картинге но картинг это вообще такая хрупкая техника всегда до гонки он говорил ира ты что у нас после гонки я тебе дам потому что вдруг что-то сломается вдруг свеча вдруг еще что-то там просто только настроил и все да 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 настройки и поехали это слава богу если доехал до финиша после финиша очень редко когда оставался один раз они мне дали я помню мне было 14 лет это уже взрослая тетя была в полтаве и гонка совпала с моим днем рождения я уже просто слезами на глазах подхожу и говорю но если вы мой день рождения не дадите мне проехать я вам не прощу это никогда ну и собственно они мне дали по за вот я сделала пол круга по срез очки и они сразу начали мне тормози тормози в закрытый парк срочно заезжай ты очень медленно ехал при том что они меняют только не газу не газу если тебя развернет все хана нельзя я не газовая аккуратненько просто попробовать все ты ехала медленно ты свечу спалила он уже троит все выходи быстро лучше мы тебе не давали день рождения отличный подарок каждый раз после таких вот ситуации я засыпала и думала о том что думала и мечтала что когда-нибудь я вырасту и я им покажу и докажу что я не просто создана для того чтобы учиться хорошо в школе играть на музыкальных инструментах заниматься спортом там гимнастикой акробатикой быть просто девочкой припевочкой комсомолочка я готова их обогнать и я им так хотела это доказать что не только они крутые может быть потому что они меня постоянно отталкивали с ну я их понимаю ну что я ну я вот хорошая девочка зачем оно мне надо этот мужской вид спорта но может боялся знаешь не то что боялся рамы этот сложный технический спорт они были и папа тогда участвовал еще и юра участвовал они просто в этом жили еще и меня туда бросить но это просто и по деньгам было сложно и по времени и технически надо же это все подготовить эту технику механики колеса это бесконечный процесс который невозможно остановить вот я их понимаю но внутри то я была маленькая и мне этого хотелось вот я думаю что с этого началось какое-то такое вот внутреннего желания всем доказать что я тоже добилась своего додавила из чего ты поехал на карте сразу или с какого момента все началось началось то момента когда у меня появились права я пошла в 17 лет учиться в обычную автошколу чтобы не была цель получить права в день своего рождения вот 18 лет и я в этот день сдавала экзамен на права и я получила права у меня потом меня их украли но у меня были права выданы 13 июля четко 90 или каким двухтысячным годом да класс я была уверена что сразу с первого дня я поеду ну мама мне конечно дала свою машину в начале я сразу поехала по городу в принципе навыки у меня ну таких вот не было особенных но так как я всегда справа и когда ты видишь как едут профессионалы и папа всегда комментирует зачастую конечно в негативных форме это нормально это с отцовской практикой остальные не так переключила рано нажал ну да 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 но и счастливый случай папин знакомы в германии у него было свое небольшое сто от там просто кто-то оставил старенькую вольву ну как на может на запчасти на утилизацию ну просто уже гоночную нет нет обычная машина обычная машина он позвонил говорит слушай лень тебе не нужна машина он говорит да класс какая вот такая вольма вольва 340 она моя одногодка древняя древняя но в очень хорошем состоянии так как европе машины хорошие вот и он говорит ну слушай хочешь приезжай забирай и мы купили документы просто под документы и и пригнали схемы по схеме еще до задолго до европы но получается что уже через месяц мы ехали к юре на гонку как раз он выступал формуле форд и мы ездили с ним в германию на его соревнования и на обратном пути в дюссельдорфе мы забираем эту машинку она на ходу в хорошем состоянии и родители едут впереди на бусике а мы с юрой сзади на этой вольме нормально и я вот ты за разно говоря я но конечно у меня же права у него нет твоя машина мы в европе все отлично и я получается для меня вот такой был прям опыт обалденный потому что я спустя месяц после того как получила права приехала на механике она естественно была с германии больше двух тысяч километров уже и по автобанам поехала и в польши и через границу и здесь понятно что ехала за родителями но все равно для меня это был такой колоссальный такой толчок и я с большей уверенностью уже вернулась в киев и начала ездить что что прикольно для меня было что это было уже мой автомобиль и я не не должна была ни у кого просить я начала тихонечко приезжать на чайку и тренироваться особенно вот под горку трогаться не перегазовывать всю дорогу юра мне комментировал он уже тогда он формуле ford участвовал ему 16 мне 18 да и он мне всю дорогу под помогал подсказывал сестра не перегазовы сцепление не не передержи там где подержи дистанцию здесь вот немножко приторможить притормозить держи держи одну скорость вот не надо гаостормоз то есть все моменты которые там более менее технические он мне подсказывал ну конечно ты его все детство прикрывала в школе конечно он должен был тебя попагать уже с автомобилем и вот на самом деле с этого момента я начала тихонечко сама никому не говоря что-то отрабатывать какие-то моменты единственное что мне папа классную фразу сказал перед тем как я начала вообще ездить сама своем автомобиле не скалкира я тебя прошу только об одном в твоей жизни точно в автомобильной будут случаться какие-то дтп какие-то неприятные ситуации прошу тебя не бей чужие машины бей наши свои мы свою всегда починим у нас тут чайка рихтовка малярка мы все сделаем вот с людьми сложно вот с чужими и вот он как в воду глядел я вот первое дтп коцнула машину абдулы нашу чайковскую бросила сцепление где-то не заметила ну чуть-чуть там бампер потом я ударила машину мужа тоже там сдавала назад но тоже по чуть-чуть то есть мои первые маленькие там какие-то дтп то столбик какой-то я зацепила то еще что-то ну без этого нельзя все равно это свои машины ты била да я реально била свои машины я никогда не разбила чужую машину то есть и в спорте тоже так получилось что я на самом деле аккуратно в гонках если били то били меня или я била свою машину об бетонный блок об отбойник или об дерево как вот на моей первой гонке но я чужие машины никогда не разбила задача была поставлена задача выполнена ну а собственно потом получилось так что на чайке проводила радио галорадио тогда было диджей паша вот и они проводили любительские соревнования с лалом просто можно было зарегистрироваться кто хочет и вот ну как на чайке соревнования объезжать фишки я попробую было больше 100 участников и среди 100 участников участвовали такие кто в славами уже много раз принимал участие опытные ребята и на хороших тачках но у меня старенькая старушечка 1 и 3 с двигателем но я среди женщин выиграла среди мужчин там какая-то 35 до было и все таки вау ира ну так ты еще и по правильной траектории вы можешь объезжать фишки хотя меня в принципе никто этому не учил ты наверно на подсознательно ты же это все видела я я живу все время юра меня пару раз пугал у него было классное развлечение в детстве он любил напугать сестру и по щекотать нервы сестра еду тренироваться поехали со мной поехали и значит он во всех поворотах максимально отрываясь я ему кричу юра тебе мама не простит что ты убил родную сестру я даже был такой момент когда на ходу открывала дверь и говорила я лучше выпрыгнули это будет считаться самоубийством ты меня куда-то сейчас не впилишь какой-нибудь заборчик а он уж веселился но для него в скорость уже тогда была не на таком как бы уровне страха как для меня потому что у нас для себя то запас он уже гонщик формульный там вообще другие ощущения а тут сидишь в восьмерке ну сколько там она разгонит какая там скорость поэтому но возвращаясь ко мне к моему уже там любительскому дальше слалому потом меня пригласили поучаствовать в женском ралли автомобильный киевский автомобильный клуб проводил к маме на малик он организовывал женское ралли на 8 марта оно заключалось в том что там были спецучастки слалома и ориентирование по тоже стенограмме по городу несколько точек было да в которые надо попасть в свою минуту по моему да 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 но это классный опыт потому что есть а-ля похоже на раллийную настоящую стенограмму с легендой где ты должен с точками времени на очками да 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 где мы четко разобрались я посадила рядом штурманом свою маму потому что мне с ней просто спокойно просто когда мама я меньше нервничаю хотя мама нервничала больше чем я вот но я в первую гонку в этом женском ралли тоже попала в призы в абсолюте а при том что в этот в этой гонке были девочки на балансерах ну на хороших машинах и на полноприводных и на двухлитровых трехлитровых а я когда я попала в призы я же хотела чтобы папа или юра мне сказал лишь что какая ты вообще молодец какая ты доказала уже доказала умница на что мне юра сказал так сестра ну что ты говорит там с ними делала ну ездят ездят там клуши какие-то которые понимания нет у них никакого ты ж ну нормальная девочка ты с нами ездишь все время справа у тебя и получилось а еще же у тебя вольво а наш у тебя выворот так какой заднеприводный а это ж зима зима ты повернула рулем она у тебя уже заехала в поворот и ты такая я же вот ну ладно столько факторов которые мне помогали конечно это не я следующий год я первое место заняла в абсолюте ну вот вообще там 50 участниц и я на этой вольве занимаю первое место в абсолюте вот она кстати о господи да хорошая машина расклеила ее вот просто это была моя маленькая машинка мой маленький домик мой маленький мир класс кстати к мамка это как раз соревнования да 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 это кстати саша кулаков дает мне какой дает мне старт да ну вот и когда я выиграла уже первое место юра значит подошел ко мне сказал ладно сестра я дам тебе свою машину поездить то есть ты два года боролась за а когда я заняла заехала в пятерку в абсолюте на ялта ралли мне мой брат сказал хорошо поездишь на моей субару когда я уеду на соревнования боже спасибо нам и нормально на твоей импрессе проехала все ялта ралли все айпетри соколиная орлиная просто доехать до финиша ялта ралли это мне кажется подвиг который ну может должен совершить каждый мужчина не то чтобы я вообще рядом с папой который еще тоже как штурман это тоже отдельная история мой папа штурман на ялта ралли ну в общем такие у меня суровые мужчины на самом деле но они меня закаляли пути этот был чтобы посидеть за автомобилем брата это конечно да но закалилась ты и опять-таки с чего началась моя уже профессиональная гоночная карьера просто юра встретил тараса чернуху и понял что его призвание тарали и немножко уже отсоединился от папы стал самостоятельными у него появился свой штурман свои спонсоры свои бюджеты и своя команда техническая и как бы в этот момент папа понял что ну а жизнь то продолжается а ему же надо все время кого-то учить кого-то вкладывать кого-то вкладывать кому-то вот эти все моменты объяснять и он такой о ира так кто там у нас ира ты следующий ты по моему спрашивала что-то когда-то пару лет назад ты что хотела может ты хочешь я говорю ну да я хочу он говорит слушай ну вот у нас сейчас будет ралли столица у меня же форт есть юра уже едет на какой-то там серьезном серьезной технике хочешь попробовать я говорю ну да хочу ну все собирайся через две недели гонка сейчас мы тебе комбинезон закажем две недели да сейчас мы тебе комбинезон закажем ботинки какой-то там размер так все всем позвонили все есть в общем мы едем хорошо мы едем то есть ты даже не понимал наверно на что подписал я не понимала для меня ну кольцевые гонки понятно я уже на тот момент там по чуть-чуть ездила по чайковскому кольцу ну сама на своей вольве просто каталась я знала все повороты я там много времени провела про ралли я не знала ничего кроме того что есть легенда вот благодаря любительскому ралли вот собственно день гонок настал ко мне на старте это же красивое открытие я вообще такая счастливая чувствую себя настоящим гонщиком в комбинезоне столько внимания вокруг все знакомые друзья все гонщики которых я знаю с детства и мечта у тебя свершилась мечта мой андрюша александров лёха мочанов салюк петренко но все просто и я среди них и у меня столько гордости и радости значит я помню момент подходит ко мне андрюха александр говорит слушай ира ну вот объясни мне ну зачем она тебе это такая классная молодая красивая зачем эти гонки не лезть сюда я говорю андрюш ты знаешь вот у нас в детстве был видеомагнитофон с кассетами и ну смотрели мы собственно только аварии вот папа привозил с германии подборка самых ярких аварий девяносто второго года девяносто пятого года и в общем вот у меня почему-то эти все гонки ну и были несколько просто соревнований но это же не интересно просто в записи обычно когда ты не крутишься в этом да то в основном самые яркие моменты показывали в основном доспехи бога первую часть и собственно аварии из гонок это дежурные кассеты на чем я выросла дежурные кассеты я говорю слушай у меня вот с детства такой классный кадр когда вот едет машина ралли ралли поворот 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 это он борт камера и потом какая-то авария и посыпались на стекло кувыркается кувыркается и потом такое разбитое стекло и посыпались какие-то листики деревья кусочки каких-то я не знаю почечек и он говорит сумасшедшая я говорю слушай ну вот прям кадр есть еще и перед спортом это я ему расскажу перед стартом это просто в детстве ты не понимаешь насколько сильно вообще мысль и первый день дождь мы едем первый спецучасток мне папа диктует стенограмму я ничего не понимаю трасса проходила поводом хода да да это на территории выставочного центра только выставочного центра туда вглубь там дерево на дереве из леса там узенькие совершенно узенькие дорожки ну да ну ты же едешь по одной и тут идет дождь и так как я еду это сначала едет первый эшелон там самые мощные а мы едем немножко дальше и вот первый спецучасток я кое-как еду просто на свои ощущения по на видимость папа мне диктует стенограмму он не до этого ничего не объяснял я не понимаю что мне правый левый минус плюс 3 закрытый нон-стоп не вообще вот просто для меня что-то не просто папа мне диктует я просто сосредоточилась и еду пытаюсь быстро но стараюсь аккуратно и после первого спецучастка я могу папа слушай давай не говори мне это все я не понимаю мы потом разберемся ты мне просто говорит тормози тормози или газу и газу на 8 марта ты в женском ралли ехала так же примерно так и вот второе мы тоже спецучасток кое-как проезжаем и на третьем спецучастке точно помню этот правый поворот он у меня перед глазами внутри поворота уже грязь уже на асфальт нам на набросали более мужа земли да 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 уже они же мощные полноприводные они резали поворот и с внутренней части много очень земли грязи и скользко стало и а вот заезжаю тоже по этой же траектории по чайковский по кольцевой траектории внутрь ну да я будут внутрь но я не до тормозила потому что уже на торможении у меня не было правильной скорости соответственно я уже неправильно заехала быстрее и меня четко выносит и там же дерево на дереве и я ровненько серединкой капота какую-то березу а это же начало весны и все стекло потресканное трескается эти почечки почечки листики летят да вот оно я думаю вот эта картинка ну конечно у меня тоже сразу слезы градом шок первая авария папа поворачивается я тебя прошу не нервничай все будет хорошо все починим но я три ночи не спала честно мне казалось ну вот на самом деле ты и доездилась теперь никогда никто тебя не посадит за руль спортивного автомобиля потому что ну вот так облажаться на самой первой ровно только ты могла ира и все у меня такое было прям депрессия какая-то я не могла себе этого простить хотя вот после этого первого дня закончилось все им ко мне все подходили вот прям вспоминаю с такой вот душевностью и андрюху александр и мочанова все ко мне подходили горели малая ну перестань но не нервничай но честно но это у всех ты не без этого никогда не поехала бы но это реально сложный поворот сложная дорога скользко и без опыта все будет нормально ну вот прям все меня поддерживали как-то так помогло а спустя месяц открытие было кольца сезон открылся на чайке папа говорит суши я тебе подготовлю восьмерочку 1.3 она слабенькая потихонечку будешь ехать папа думает от кату от качи немножко мощность попроще машинка переборщила слегка быстро тебя знаешь далеко на глубину бросил да 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 вот так ну и вот так вот я начала ехать первая гонка вот ну вот на самом деле пошло все вот правильно четко поэтапно с маломощного автомобиля с тренировок с недорогих колес что там ford был до 1 1 порта дальше восьмерочки с недорогого зипа то есть на все как бы мы своими силами вытягивали хватало денег ты дальше кольцо это ехала про да да все ралли ты все я приехала и увидела свою картинку почечки по моему это 2005 год был до ралли или может даже 2006 но вот год я проехала кольцо и в 2008 году нет 2007 я поехала первый раз на ралли на этом же форме мы его починили и первое ралли ялта которая юра вот выиграл тогда я ехала с папой на уже изучила полностью стенограмму как это делать вы тренировались мы классно ну мы не тренировались в киеве но мы приехали за неделю накануне в крым и мы сначала проехали на своей обычной машине все спецучастки там же по ну по правилам соревнований два проезда сначала ты диктуешь штурману потом перепроверяешь свою стена допишется конкретно и мы все это сделали медленно поэтапно юра нам помогал так папа ассистировал правда папа штурманом да да то есть я все 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 проехала это тоже очень классные воспоминания это первая гонка когда на старте уж было более 100 машин это было такое грандиозное открытие так красиво было и все организаторы тогда получила статус европейского чемпионата да 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 прямо не могу вообще даже ни одного плохого воспоминания слова сказать одно скажу в конце не забудь не забуду в общем и мы подготовлены и уже выехали на старт и машина у нас была хорошо работала это прям 50 процентов успеха и что меня шокировало первый такой серьезный спецучасток субботнего дня 6 утра подъемная петри когда внизу тепло это был август по моему внизу тепло наверху холодно и даже подморозило некоторые отдельные участки трассы были с даже с какой-то изморозью да вот и мы поднимаемся я поднимаюсь там же 16 километров бесконечных поворотов ну да серпантина сумасшедшая я поднимаюсь и смотрю дима рыбак съехал там еще кто-то шаповалов еще кто-то и понимаю что первый спецучасток из 100 машин 21 или 22 машины лежат в кувете кто-то стоит а в ралли если ты машины нету на трассе она где-то за пределами или скатилась когда то стоят ребята с табличкой типа ок ну что не требуется помощь я смотрю там кто-то стоит там стоит и уже еду и у меня говорю папа что происходит он говорит спокойно значит едь на видимость а он запутался буквально по стенограмме айпетри он запутался наверное на втором или третьем километре так быстро не будешь ехать нет нет он просто сам начал нервничать потому что сложная трасса и он не смотрел уже в стенограмму осмотрел как я еду мне говорил тишки тормозит тормозит а я прям завелась мне классно я еду вообще прям супер единственное что хочу говори мне говори что какой поворот и он в какой-то момент вот так бросает стенограмм а я ему говорю ручеек ручеек еще и на шестой странице ручеек водопадик там какой-то и он говорит да все хватит так бросает эту стенограмму говорит просто едь на видимость у тебя так лучше получается я не мешаю поехали ну смотри он как как первую гонку знаешь что тормози здесь добавляя газ все пошло да 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 ну дальше было уже мы наладили и немножко проще но первый круг вот когда подъемная петри спуск орлиная потом соколиная через байдарские ворота там тоже сложные такие технически сложные опасные есть участки когда мы проехали этот первый круг он прям выдох и говорит потерял три килограмма веса несколько лет жизни но следующий мы уже поехали чуть спокойней ну спокойнее в плане не скорости а в плане вот своего напряжения такого внутреннего и вообще гонка была обалденная все шло четко как по маслу я даже заезжала в какие-то призовые места в своем классе в украинском зачете не вот в европе и последний спецучасток такой лайтовый уже прямо перед ялтой там небольшой спецучасток вдоль дороги никаких обрывов немножко по силу там по какому-то и в общем мы стартуем стоим на старте вокруг меня уже миллион с прессы там же было так много масс-медиа и все телеканалы раскрутили эту гонку да раскрутили и это финальный спецучасток финишный этой длинной длиннючей гонки и я старту я вроде в призах возле меня кто-то подходит какое-то интервью я счастливая показываю прям финиш близко включая первую передачу не стою старт я говорю папа папа мы на она не едет я опять сцепление не едет я глушу он заводит я опять сцепление просто стоит машина такого не может быть он говорит спокойно выходит ну а все вокруг старта прямо старта линия старта я не сдвинулась не на сантиметр просто срезала тоже эту ступицу это ступица это какой-то мой рок и машина не едет просто ну как бы все и эвакуировали подъехала к старту хорошо да 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 вот прям не выдержала ну не хватило ей 10 километров просто 10 километров не хватило машине чтобы доехать до финиша но тут у меня потекли слезы не просто ручем они агарским водопадом меня начали меня еще больше снимали потому что я так плакала я так наверное не плакала вот один раз я плакала так в детстве когда я не попала на выпускной в садике это тоже была трагедия всей моей жизни и вот это вторая была трагедия моей жизни я запухшая мне говорят ира тебя будут поздравлять на тип ты будешь выезжать на подиум ты будешь выходить на сцену потому что ты самая молодая участница ты единственная девушка на ялта ралли ты ехала прям твои результаты показывали все время за тобой все следили тебя по-любому вызовут на сцену мне подарили огромный кубок он до сих пор у меня есть тебе надо собраться перестань плакать а я пухшая я ну как бы это ж гонка ты же еще все время в шлеме красная не по какого макияжа никакой красоты и я еще вся заплакана не снимайте меня пожалуйста в общем вот такой был финиш но потом как бы все выровнялось я была настолько рада за юру что он выиграл это было так феерично это было так мощно это его победа просто мы были такие все счастливы что это перекрыло и мы праздновали мы так классно потом отмечали еще отдыхали в общем к гонка была классной но это все равно эмоции они яркие не запоминающиеся и даже вот этот маленький негатив ну я вас сегодня вспоминаю просто вот с классной такой улыбкой ну слушай но это эмоциональный конечно это правда на было у тебя такие слезы потому что эмоционально подрыв ты вот-вот уже вот ты стоишь на пороге это очень сложно ребята все гонщики говорят ир но это вот этим отличается профессиональный спорт от любого любительского увлечения спорта занятия потому что в профессиональном спорте в любом не только в гонках вот реально случаются такие лажи и травмы если это не технический вид спорта все бывает прям вот неудача она ходит рядом как удача так и неудача на самом обидном тогда был еще один один обидный момент но я не знаю могу рассказать могу нет рассказывать давай погнали да еще была у меня гонка тоже которую я забыть не могу по моему это была первая гонка в моей жизни когда я ехала первое это в кольце да в кольце не последняя когда ехала первое но первый раз я тогда лидировала всю гонку ну последние по моему пять кругов точно начнем ты ехала на восьмерке но восьмерка у меня уже была серьезная прям самолет ракета в классе 1.6 тольяттинской сборки тольяттинской сборки в обвесе просто ну я даже не понимала мне казалось что это космический корабль я и я позвоню на восьмерку не было похоже по сравнению ну да ну тебе на гоночный болит профессиональный был до болит причем мне казалось это прямо этот американский лос-анджелеский обвес такой супер да и но ехала на так как я до этого ехала только на 1000 1300 на слабенькое тут 1600 я залетала в повороты и время у меня сразу потратил то есть ну как мы себя ты еще на слике по моему да я на сликах на сликах и время показывала тут же постоянно шла борьба с тем чтобы ускориться на каждом круге в гонке понятно что ты уже соревнуешься с соперниками а на тренировках в этаж постоянный секундомер и ты минута солото минута 40 минута 35 минута 33 минута 32 и 8 сотых если ты два круга подряд едешь уже на доли на две сотки себя уже опережаешь себя все космический корабль и ну и тут я получается на 16 я себя сразу на пять секунд обогнал это нам это очень быстро то есть для того что ты уже накатал и для поворотов для этой моей любимой чайковской конечно же трассы ощущение что ты не едешь а летишь и вот я же лечу вот я же уже первое лечу и когда тебе показывают последний круг маршал и это прям добавляет сильно твои вот прям запал и последний круг ты выживаешь лидер гонки до протасова ирина и я пролетаю мимо зрительского поворота стоят все мои друзья родные близкие и последний круг все еду все хорошо проезжаю поворот возле картингового возле башни залетая уже в поворот зрительский да и у меня останавливается машина просто просто остановлю такую и резко кошмар я не понимаю я я опять сцепление завела она заводится работает не едет я выхожу просто выхожу прямо гонки гонка сзади и сзади едут машины они шли тебя тоже на финиш у них на конец идет тоже за второе третье пятое место не знаю я не понимаю этого выбегаю из машины начинаю толкать да прям какой-то сгнется же голливуда я вижу вдалеке как стоят все и уже просто руки подняли чтобы меня встречать а я ее толкаю в шлеме вот просто опять начинают течь слезы потому что от отчаяния что я вижу финиш а до него добраться не могу толкнуть ее не могу нас места не двинется просто снимаю шлем швыряю вот как тоже в этих всех кадрах про формула 1 просто иду вот иду пешком вдоль отбойника к финишу и развожу руками не понимаешь да надо было уже добежать и мимо этой линии старта уже просто финишировать знаешь как в забеге просто бросить машину уже добежать ну в этот момент ты не понимаешь что тебе делать потому что и адреналин и шок и какая-то такая вот непонятная в голове ситуация ты не можешь это не принять и даже не может адекватно отреагировать так что с машиной ступицу опять срезала это восьмерка у них эти ступицы слабое место тоже не выдержала просто поворотов чайковских много поворотов и они же затяжные получается много левых поворотов нагрузка идет и плюс лик еще зацеп хороший да 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 просто выкручивая да 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 выкрутила ну вот с этими ступицами я не знаю первое что в гонке надо проверять теперь ступицы новые стоят все едем мы после этого проверяли да проверяли но да вот такая ситуация тоже один из самых наверное ярких моментов ярких и обидных эмоциональных да 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 класс ты скажи ты больше кольцевой пилот или реле я кольцевой кольцевой да да ну и как-то папа меня с детства нас ну с того момента настроил он был гонщиком кольцевиком я всегда это видела мне нравилось это сама вот какая-то борьба мне ралли интересно прикольно но это не мое я вот еще асфальтная понимаю а по бездорожью это грязь заезжать в лужи девочка много красивого я хочу мне нравится красиво все нарядные все ходят улыбаются в этом ралли не поболеть никого не видишь лезешь куда-то в горы мимо тебя проехала машина ничего не понятно ну да ну в общем и ну по ощущениям мурали классный вид спорта он но он и сложнее тут ты проехал сколько там 30-40 минут года вот и отдыхаешь наслаждаешься смотришь других чем общаешься да классно а ралли конечно три дня просто эмоционально не останавливаешься то есть это такая концентрация внимания с кем-то поговорить очень сложно бедный мой муж когда я ехала ялта ралли ну поговорить о чем-то меня спрашивают да 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 и пошел вообще мысли совсем трудно там вот и есть момент когда конечно улыбаюсь вот на этом форде это не тогда когда ступицу срезала вот это тогда только это где-то середина гонки мы стоим а ты еще радостная я вижу тушь на месте до начала старта я еще счастливая кто-то меня позвал по моему рощенко он где-то со мной рядом ехал потому что у него тоже такой форт да и мы где-то рядышком стартовали и мы постоянно с ними там общались в общем да класс расскажи мне такую историю про протасовский поворот мы сейчас просто закроем вопрос по чайке как это произошло и почему он протасовский ты знаешь в тот момент когда это все происходило я вообще не понимала о чем речь и что об этом люди говорят это спустя время мне начали рассказывать знакомые друзья кто-то кого-то знает и вот также как ты меня спрашивают так а что там чайковский поворот этаж говорят папа тебе построил специально было для тебя и под тебя ну да то есть в тот момент я этого не понимала но такая была ситуация что папа как директор и как опытный пилот и как организатор кольцевого чемпионата он принял решение что старый поворот но он не до конца технически не то чтобы грамотный он не не зрительный не эффектный не технически сложный для того что чтобы показать все свое мастерство профессионализм чтобы даже вот работу с автомобилем чтобы испытать технику потому что нет ни одного поворота с интенсивным торможением получается изменили конфигурацию маленькая чайка сейчас же сезда маленькой и соответственно все проходило через мотосрезку да он более плавный ну да он более плавный и там как бы нету торможения а торможение это тоже одна из важных часть соревнований везде на каждой трассе в европе есть какие-то шпильки есть какие-то затычки что-то где ты должен со скоростью уметь правильно вытормозиться и еще когда идет интенсивное торможение тут есть элемент вероятности обгона то есть можно обогнать а еще и классно когда на торможении кто-то обгоняет делает позднее торможение а на выходе уже скорости да нет и тут как бы соревновательный классный момент для самой гонки для самого самой борьбы не папа принимает решение построить этот поворот но немножко с точки зрения вот технической конструкции и угла поворота радиуса поворота не дорабатывает оставляет мало места на угол сделает его слишком резким и слишком коротким и строит его строит ставит понятно бетонный блок что тоже опасненько было и вот эта первая гонка на которую я выезжаю на своей новой красивенной бмв в двухлитровом классе я тренировалась уже до этого не один день вот это она да 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 моя самая любимая класса я ее технически классно мне казалось что я ее чувствую прям как свои вот кончики ногтей она прям для меня была идеальная машина вот я первую гонку я не знала чтобы там все говорят но говорили не только из-за того что поворот из-за того что у меня появилась такая машина и до этого чайка не видела реально двухлитровых это первая классная да действительно спортивная профессиональная уровня чемпионата мира это же машина которая участница дабл и tc и tc world world ну как бы на ней и на и ти си си есть класс но изначально она готовилась на заводе бмв мутерспорт именно по дабл и ти си это не переделана да это именно просто она уже понятно Она была слегка устаревшая, потому что, например, это, по-моему, она в четвертом или в пятом году ездила на WTC, да. И тут этот автомобиль... Выезжает Ирина Протасова. Ирина Протасова. Папа купил доченьке автомобиль, сделал доченьке поворот. Ну, понятно. И доченька благополучно, браво, заехала в него. Подожди, заехала? Да, я заехала в него. Но я заехала, опять-таки, ужасно расстроилась. Как так получилось? Получилось так, что просто на самом деле неграмотно был построен поворот. И после того, как я в него заехала, мне кажется, что все остальные должны быть просто мне благодарны, потому что я первая в него заехала. Вот не я, так кто-то бы другой заехал. И тогда сразу папа принял решение, и все поддержали его, комиссары, что нужно немножко сделать угол по-другому, более плавный и расширить, отодвинуть эти блоки назад. И вот с того момента реально поворот получился классный, идеальный, уже эффектный, зрительский. Там всегда какие-то происходят потасовочки, где-то обгон, и он же перед финишем. Каждый хочет туда заехать, и что-то, вот это последний шанс, когда ты можешь что-то поменять для результата. Он всегда решающий этот поворот. Да, решающий. Если идет плотная борьба, на нем решаются все вопросы. Да, ну это так получилось, что когда его построили первый раз не совсем правильно и удачно, я в него заехала. Но папа меня тогда очень успокаивал, он сказал, Ира, это не твоя вина, это моя вина, я честно признаю, я не прав. Это отцовская любовь. Ну я же все-таки эмоциональная, я же женщина, для меня очень была важна. И даже какие-то были у меня мысли подсознательные, я потом это анализировала, что я в зрительском повороте меньше рискую, меньше атакую, чем в тех, которые не видно. Потому что я знаю, насколько переживательно относятся ко мне папа, мама, мой муж в первую очередь. Потому что стоять и быть зрителем, честно, поверьте мне, я была зрителем, намного тревожнее, нервознее и страшнее, чем быть за рулем с пилотом и везти машину. Потому что тут ты на драйве, на кайфе, на адреналине, на концентрации. Ты вообще мчишь, тебе хочется добиться результата, успеха, обогнать всех, проехать еще быстрее, еще лучше отработать траекторию. А стоять и смотреть на это все, ты думаешь, что же, только не сейчас, только бы до финиша доехала, только бы все было нормально. Поэтому это чисто женское мое, чтобы где-то не попасть в какую-то ситуацию, не волновать лишний раз своих родных и близких. Тебе еще хватало времени на это? Слушайте, ну в женской голове вообще так много мыслей. Не представляю. Я даже могу рассказать одну тоже очень прикольную историю. Давай. Я выиграла тогда гонку. Приехал Юра как-то на тренировку, когда я тренировалась перед своим очередным этапом в 2008 году. Он сел и говорит, а ну да я проеду. На БМВ на это? Да, на БМВ. Я, значит, минута 23, минута 22,9. Ну наезжаю, наезжаю. Приехали тогда к нам россияне. Тогда Вова Кондратенко взял в аренду автомобиль. Вообще была такая классная гонка начало, в июне 2008 года. И приехал технический инженер из России полностью с настройками моей машины. И мы тогда тренировались, настраивали полностью коробку по передачам. Это машина Михаила Ухова, да? Да. И его инженер приехал? Да, приехал Ухов, приехал инженер. И мы вообще вот прям в тот день, целый день его настраивали, не жалея резины, не жалея ее. И приехал... Полетели телевизор из дома опять, да? Опять все, резина покупалась. Ну так как Юра, брат мой, на тот момент был вообще вот высший пилотаж, он уже поехал в чемпионате Европы. И уже был мастером спорта и чемпионом Украины по ралли. Мы позвали его, чтобы он тоже проехал. И по своим ощущениям, чтобы мы не только под... Я понял, в общем, настроить машину. Да, настроить именно технически. И вот, в общем, он садится. Первый круг, второй. И с третьего круга он показывает на секунду быстрее, чем... Я уже сто кругов наездила на этой BMW. И я думаю, нет, нет, ну я понимаю, что Юра, это, конечно, со мной не сравнится. Ну тебя же закусило. На одну секунду, это целая вечность. То есть для меня там две сотки, ну полсекунды, это вау, если я быстрее на полсекунду. Мы эти полсекунды ищем на компьютере, сидим. Ну да. И смотрим, где, в каком повороте, где там чуть коробку, где я там переключусь на третью, а не на четвертую быстрее. И он берет и просто так говорит, слушайте, и рассказывает, значит, там, 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 мне тут не нравится, там не нравится. Потом садится второй раз, полторы секунды. Ты что, что ты издеваешь за это? Я молча, я ничего не сказала. Я просто ничего не сказала. Я в моей голове просто перевернулась что-то. И он уехал, я села, и я проехала на почти на две секунды быстрее, чем ехала я до этого три месяца. Сто кругов я ехала. Просто пробил это дно. Просто потому что он проехал быстрее за пять кругов. Я думаю, в смысле? А я, я что, чем я хуже? А чем, чем я хуже, как Карлсона? Слушай, ну это же получается, он просто психологически тебе дал вот это движение. Ты просто тогда психологически угорлась. Все в нашей голове. Все в нашей голове. То есть, когда ты уже технически, профессионально на высоком уровне, дальше идет работа с головой. Но что случилось еще потом, интересно? Ну? На старте, когда вот уже у меня была, по-моему, вторая или третья. А, нет, у меня была первая квалификация. Это ж почему? Я тогда показала первую квалификацию. И на старте я первая стою. Соответственно, сзади меня тогда два еще Форда, которые Вова Кондратенко, еще кто-то. И BMW, по-моему, была еще цунами рейсинг. Да, на такой же. Да, 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 да. Значит, подходит ко мне Юра. Ну, это вот уже прогревочный круг. Минута до старта. Он ко мне подходит и говорит, слушай, сестра, есть идея. Тебе же стартануть надо сейчас, хорошо. Короче, так. Ты сейчас стартуешь, едешь к повороту, к первому, как ты вообще, ну, как обычно. И немножко делаешь раннее торможение, просто ударь по тормозам. То есть они же за тобой будут ехать, у тебя стопы загорятся, они все вытормозятся. А ты же, ну, не тормози, а просто ударь по тормозам. Они высадятся, начнут тормозить, а ты сразу полный газ и поехала. И он мне это говорит, я такая, хорошо. Есть даже фотка у меня, где стоит Юра надо мной и говорит мне это. Кто-то сфоткал. В общем, я всю эту минуту думаю. Это ж вообще, как я должна настолько некрасиво, не по-спортивному поступить. А вдруг я нажму, ну, раньше вот сделаю то, что он мне скажет. А если они резко ударят по тормозам, и там друг в друга въедут, и повредят свои автомобили. Все же, это же гонка, это же большая скорость, это конец прямой. Это реально там четвертая передача, это 140, 150. И полное торможение до второй. И полное торможение до второй. Я понимаю, что это такие вообще тонкие, такой вообще опасный, опаснейший момент. И я это всю эту минуту, это думаю. И мне дают старт. И я со старта уезжаю. Я об этом всем думаю. Все время крутится. Миг, я думаю о том, как мне это сделать так осторожно, чтобы я никого не повредила, и ничего не случилось. И когда я подлетаю к первому повороту, я смотрю в зеркало, там никого нет. Просто никого. То есть у меня был такой фееричный старт, что когда я подъехала, все были сзади. Уже маргать никому было. Некого было вообще тормозить сзади. И я тогда первая, всю гонку проехала первая. Это было вообще что-то невероятное, потому что мы настроили идеально. Я ехала в таком классном стреле. И тоже благодаря тому, что к первому повороту я поняла, что у меня нету сзади никого. И я в отрыве. Класс. Но этот раз уже ступица не подвела. Да, слава богу. БМВ крепкие ступицы. Ну, это опять-таки доказывает вообще то, что сила нашего вообще мозга и то, как он работает. Если уметь с ним работать и договариваться, то можно добиться классных вариантов. То есть технические принципы, наверное, любого человека можно воспитать как гонщика, дать ему теорию. Но по факту, когда ты уже на таком высшем уровне, тут уже психология идёт. Да, да, да. Обязательно. Вот то, как уже когда Юра вышел на уровень мирового чемпионата, и когда он первый раз поехал с кубицей в Италию, не в школу, а в специальную клинику, где готовят пилота Формулы-1, где не только проверяют их здоровье, а где состояние, работа мозга в стрессовой ситуации. В ситуации, когда уже организм на исходе, когда уже с пульс зашкаливает. То есть их там тестировали сначала, потом с ними работали и психологи, и вот Йонас Литовский, бывший пилот и сейчас учитель многих наших спортсменов, если вы знаете. Он с Юрой много, очень много работал. Он ему так помог именно психологически настраиваться на гонку. Потому что чемпионат мира – это уже вообще такие тонкие-тонкие материи, когда ты понимаешь, что ты на грани реально жизни, смерти, когда ты на грани технического схода, на грани миллионов долларов, а не десятков тысяч. Да, на кону уже многое стоит. На кону стоит так много. За тобой, у тебя за спиной спонсоры, которые в тебя вложили сотни тысяч долларов. Ответственность на таком вообще высочайшем уровне, что тут просто морально не справиться очень легко. Ну да, вот эта вся гора на одном человеке висит, на пилоте. Ты вообще классно едешь, ты технически безупречен, но одна мысль, просто одна перед поворотом, которая тебя в секунде отвлекает, и всё. У тебя больше нет. И мне вот очень часто, я в теннис люблю играть большое, это прям мой второй… Автогонщики без тенниса никак. Кстати, Леонид Александрович меня учил. Это он так с детства придумал, и без лыж. И без лыж, да, ну это стандарт. Ну я на сноуборде ушла из лыж, он не очень поддерживает. Но возвращаемся к теннису. Я иногда участвую в любительских чемпионатах, и у меня хорошо получается. Я не так классно технически играю, но на соревнованиях я реально… А теннис – гиперпсихологический вид спорта. Там прям вот это вот тянешь себя на психологические ниточки. Аут, не аут, ошибка за ошибкой. Но когда меня спрашивают, вот вообще, как ты справляешься? Я говорю, слушайте, ребята, ну когда у тебя есть одна ошибка, тогда у тебя концентрация внимания и нервы совсем, и голова по-другому работает. А в теннисе у тебя есть шанс на несколько ошибок. А, ну да, конечно. У тебя реально, чтобы выиграть сет, ты можешь три сделать ошибки. И ты можешь на подаче сделать одну ошибку. У тебя после гонок уже это целое раздолье, знаешь? У тебя в гонке нет вообще ни одной ошибки. Одна ошибка, минус машина, минус этап, и не дай бог минус здоровье. У меня была одна гонка, когда я была эмоционально вообще не настроена, я поссорилась там с папой, и утром чуть-чуть с мужем поскандалила, и вообще плохо себя чувствовала. И я была такая вообще нервная. Я, ну, это бывает там какая-то тревожность. Но когда садишься, в принципе, за руль, пристёгиваешься, одеваешь шлем, то забываешь обо всём. Я умею концентрироваться. Но та гонка, я разбила тогда машину, за два круга до финиша просто у меня лопнуло колесо, спилило колесо. Но спилила я его, потому что у меня был совершенно другой стиль в гонке. Я агрессивно, да, я агрессивно тормозила. Да, я резко, немножко резче заезжала в поворот, я перетормаживала. Я, понятно, залетала быстрее в повороты. Позднее торможение, более интенсивное. И пару раз я немножко подпалила на торможении колесо, и просто его не хватило. И просто во втором вот правом повороте на торможении у меня лопает колесо, и я так прямым ходом в отбойник лечу. Но это явно было просто моё эмоциональное нестабильное состояние. Насколько важно для пилота, для гонщика именно эмоции. Да, и важно, чтобы те люди, которые с тобой рядом, которые тебя перед гонкой сопровождают, чтобы они способствовали тоже. Потому что если тебя кто-то постоянно… Создавали вот эту ауру. Да, если тебя кто-то дёргает какими-то вопросами, что-то тебе там какие-то мысли наворачивает, тоже очень сложно. Вот у меня была одна гонка «Фальстарт». Ко мне просто подошёл один из старых гонщиков и говорит, «Ирочка, я тебе дам один классный совет. Слушай, вот ты пойди сейчас посмотри предыдущий старт другого класса и себе посчитай первый светофор, второй светофор, третий. И когда старт, посчитай раз и два в своём темпе. Потому что ты потом, когда будешь стартовать, это тебе поможет. И ты будешь не так будешь смотреть, а именно ещё и подсчёт свой внутренний. И стартанёшь впервые. Это сейчас была хитрость для спортсменов, которые будут стартовать. Это не хитрость, это ошибка. Это глобальная ошибка. Почему? Потому что это у меня был фальстарт. И когда я об этом после гонки, когда у меня был фальстарт, и я, по-моему, тогда четвёртая или пятая получилась, благодаря этому, а приехала вторая или третья из-за этого фальстарта. Я рассказала папе, он говорит, как, это был первый в твоей жизни фальстарт, ты никогда так не делала. Я говорю, ну потому что ко мне подошёл там такой-то, такой-то, и мне сказал, чтобы я посчитала, я посчитала, и я не сильно посмотрела. Он говорит, как он мог? Я ему сейчас пойду расскажу. И он знал, это специально, это было нельзя, ни в коем случае, никогда. Потому что у тебя идеальная нейронная связь работы мозга с ногами, и у тебя эта реакция быстрая. А то, что ты считаешь, ты не могла… Ты включила мозг? Ты тогда считала издалека. У тебя было немножко по расстоянию другое ощущение. Ты стояла на трибунах, а светофор был там. И пока ты подумала, пока это, говорит, вообще неправильно, ты всегда должна осмотреть… Ты включил ещё этот алгоритм счёта в этот процесс. Да, да, да. То есть это другая работа немножко мозга. Тут мозг даёт сигнал в ноги, в руки, и ты погнал. И он говорит, у тебя эта реакция классная, быстрая, ты умеешь реагировать, у тебя всё хорошо получается. Нельзя этого делать. Поэтому, если кто-то это увидит, никогда так не делать. Это глобальная ошибка. И он сказал, тебя специально подошли, и тебе это сказали. Ты просто маленькая, неопытная, и тебя развили. Ну, это папа, понятно. Но ещё хочу сказать, что вот классно, сейчас все говорят о медитативных каких-то техниках, о каких-то вот таких состояниях, когда ты ловишь какой-то дзень, и что тебе лично помогает настраиваться. Я тогда этого не знала. И это было не сильно развито, и, может быть, в силу моего возраста, потому что сейчас я бы, наверное, по-другому на гонку настраивалась. Это прям очень важно. Когда ты умеешь на минуту-две помедитировать, войти в это какое-то такое состояние, у каждого своё, или проехать мысленно. Или это потом мне Юра рассказывал, когда он уже ехал на чемпионате. И я сейчас иногда это практикую просто в своей жизни. Вот это прям для спортсменов, наверное, было бы, для меня в тот момент было классно. Но я была молодая, шальная, у меня было всё хорошо. И слушала всех подряд. Я слушала всех подряд. Мне нужно было внимание, у меня было много друзей. Я всё время организовывала команду поддержки, чтобы все были в футболочках, в кепочках, чтобы у меня была самая красивая машина, самые красивые подружки, в самых красивых одёжках, вообще со всей джипутикой. Какая женственность в автоспорте. Да, да, да. То есть, ну, мне нравилось, что это так красиво. Очень крутой, очень крутой рассказ. Просто, я не знаю, я вот сижу, знаешь, вот так вот эмоционально прям переживаю то, что ты пережила за рулём спортивных машин. У меня такая идея, я думаю, что это не последняя наша с тобой встреча. Просто мы уже, вот прям, я чувствую, уже тянем этот эфир. Что нас время видит. И хочется ещё больше тебе задать вопросов. Поэтому, я думаю, мы с тобой ещё встретимся. Потому что у нас ещё впереди международные гонки. Я хотел обсудить. Да, там тоже. Боже, этот Нюрнбургинг, это просто я могу рассказывать часами. Когда приехала семья Протасовых на автомобилях. Спасибо тебе большое, что ты пришла к нам на эфир. Это было мега интересно, мега круто. Прямо у тебя такие эмоции, знаешь, ну, класс. Спасибо тебе, Дима, что пригласил. Да, да. И я думаю, что мы с тобой встретимся ещё на одном эфире. Да, спасибо. А мы были в передаче Героя автоспорта. С нами была Ирина Протасова. И она ещё будет у нас. Я обещаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok